Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Может быть, чуть позже Давайте все-таки от самой идеи оттолкнемся Откуда она взялась Почему вы решили, что это нужно Как это все изготавливалось Как это все прорисовывалось Я так понимаю, что Александр как раз Дизайнер этой схемы, которая появилась Да, я дизайнил Но от красивого Кирова Изначально была такая инициатива Разработки навигации на остановке А я тут как бы пристроился Со своей схемой Я думаю, Анатолий сможет рассказать Первоначально его идея была Вообще, наверное, началось все с того Что мы пригласили в Киров С лекцией о обостановках И о городской навигации Тогда неизвестных никому Гершмана и Раченко Да, Алексея Раченко Который как раз на то время Собирал деньги на Издание своей книги о навигации Вот Одним из лотов была как раз лекция И мы этот лот купили В общем, мы его привезли И потом Ну, как-то вообще все стихло То есть лекцию мы провели Ничего разрабатывать не стали И потом уже Анатолий Со своей идеей Всех собрал Она была очень простая Она лежала на поверхности Сделать хорошую городскую навигацию Довольно несложно Тем более у нас была методика Во-вторых, тогда ЦДС возглавлял очень адекватный Рабловлев Александр Аркадьевич Да, Александр Аркадьевич И у нас были знакомства в два ГИС В конторе Там как раз работает редактор Паблика «Строем Киров» С которым у нас очень дружественное отношение Саша Галушка И у нас получилась и схема На которую Есть карта, на которую это можно вложить Адекватное руководство Которое готово выделить было деньги на установку И два ГИС как спонсор В том числе Как бы свои как бы вещи То есть получается Когда основа сделана на чьей-то карте То это как бы у них получается Продвижение их продукта И как-то сложилось Быстренько взяли схему Все подготовили С всеми договорились И потом я думал Что Игорь доведет все до ума Там остались Какие-то небольшие нюансы И наверное Одной из ошибок было То, что я Вывел это на публичность На федеральный уровень Там у нас пришли В комментарии ребята с Яндекса Ребята с Питера Разработчики И это все пошло Допиливаться до какой-то Прям идеальной 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 картинки И в итоге Это тот случай Когда отлично Хуже чем хорошо То есть Был хороший Качественный продукт Который можно было уже вешать В итоге Пошла доработка До идеального варианта И в итоге Это все затянулось На просто На несколько лет На несколько лет Лучший враг хорошего Я давно заметил Лучший враг хорошего Но я так понимаю Что здесь еще Ведь история Наверное Вмешалась С вот этой Вот транспортной Нашей реформой Не состоявшейся Или нет Это было раньше Ну нет Я понимаю Что разработка Раньше началась Но схему Да В 2016 Там процесс Складывался таким образом Что мы За два месяца До опубликования Вот Первого варианта Схемы Тех навигационных Вообще плакатов Да Схемы тогда еще не было Мы два месяца Это все обсуждали Потом это все Публиковали Начали собирать Там комментарии И в итоге Из этих комментарий Мы написали Подробное Техническое задание Которое у нас Благодаря отзывам Собралось И было понятно Что В общем Наша транспортная навигация Этому техническому заданию Вообще далеко не соответствует Ну давайте так И очень Погоди Погоди Я догадываюсь Там у меня были Слишком высокая планка Были споры с дизайнером Максимом Микитенко Он прекрасный человек Но Когда Мне говорят Что надо Для Букв На навигации Закупать шрифт За 43 тысячи Иначе Бесплатный шрифт У него там Закрывочка в букве Z Ну немножко не подходит Как бы под его видение Дизайн Как-то не выглядит Да Она все портит Понимаешь Никто ничего не поймет Из-за этого Это тот Как бы вариант Когда мне кажется Что Так Ладно Делайте ребят сами Ну художника обидеть Может каждый На самом деле Так То есть там Были бы уже Лышения такие Которые Как мне кажется Не улучшали Не повышали бы Только затратную часть Не так качественно Это было Ну вообще Был еще большой спор В том Размещать ли Например На этом На наших плакатах Интервалы И интервалы У нас сейчас такие Они соблюдаются Ну которые меняются Каждый год То есть у них было Настолько много Вот всяких Вот таких вещей Которые Можно я договорю Так Давайте Да В общем Хотели размещать Интервалы Понятно что Они там часто Не соблюдаются Часто меняются Есть вообще Там интервалы Которые так и указываются Там Допустим С 12 до 3 Интервал такого там Маршрута От 13 до 30 минут Это конечно До 60 Да Да Сбивал эту столбу Так это нулевая информация Да Ничего не значит И во-вторых Еще эти интервалы Они на некоторых Остановках Где очень много Маршрутов Много у нас Дублирующих Маршрутов И они в этот Плакат не вписывались Никак И можно было Запутаться Да И пока мы с этим Работали И размышляли Как в общем Нормально сверстать Этот плакат Началась уже Разработка Вот этой Новой схемы И так далее Саша тогда Сделал первый вариант Нарисовал схему движения В общем мы хотели Размещать Ее На остановках Но в общем Она была Не очень Пригодна к использованию Да Было тяжело Ее воспринимать И Первый опыт В общем Если бы Мы В общем Решили использовать Эту схему То нам пришлось бы Для каждой остановки Делать Отдельную схему То есть указывать Только те маршруты Которые через эту остановку Проходят И эта Финансовая модель В общем Очень плохо закладывалась То есть это было Очень затратно И вот схема И вот схема Которую Саша сейчас Нарисовал Ее в общем Можно смело На всех остановках Размещать Она как бы Легко считывается Ну она тоже Не идеальная Но это уже лучше То что я вижу Там огромное количество Разноцветных линий Которые вот идут Рядышком То есть иногда Естественно Они расходятся Но вот есть Участки Где там Огромное количество Разного транспорта Идет Разбыточно Да И все разноцветное То есть людям Главное Там не запутаться В этой схеме Но там вроде бы Все подписано У меня мелкая Такая достаточно Картинка на компьютере Я думаю Что на остановке Это все размещено В достаточно Таком большом виде И людям это Не доставляет Каких-то там проблем Разобраться История С размещением Этого всего Я так понимаю Что вот первую Вы вывесили На остановке У транспортного агентства И у вокзала То есть две схемы Да Пока две размещены На одной остановке Там схема Вместе с пешеходной навигацией То есть куда можно Дойти там В радиусе Пяти минут Это как в Москве Очень круто Да А у вокзала В общем мы решили Разместить только схему Пока просто одну схему Да Потому что Ну там есть конечно Куда идти Но в принципе Можно пока обойтись Без этого Потому что рисовать Вообще пешеходную навигацию От вокзала Обычно иногородние Разъезжаются На транспорте Все-таки Тут еще в чем проблема Рисовать пешеходную навигацию Тоже затратно То есть мы решили Да с два ГИС Было бы струничать хорошо Но их карта Не совсем подходит В общем для мобильных Она подходит А для того чтобы Смотреть вот так на бумаге Она не очень подходит Поэтому Саша решил рисовать Это все с нуля То есть для каждой остановки Рисовать пешеходную навигацию Это в общем Несколько часов работы Уходить Тут трудоемко Да И понятно Каждый час стоит денег И каждый вариант Потом еще надо распечатать Да Развесить И иметь в виду Каждую остановку Свою надо делать Придется его каким-то образом Потом хранить Где-то и заново Печатать Если вандалы Вот кстати о вандалах вопрос Да Я к сожалению Большому В бережливости Наших граждан В отношении Там да Какого-то имущества В общем не очень Уверен Мы же Буквально недавно Про остановки говорили Когда помнишь Про это движение Деревья Дятлант Беседовали Совершенно верно Что остановки у нас Даже вот новая построенная Они буквально в течение Двух месяцев Превращаются Со всех сторон Причем Облепленные Облепленные Какой-то бумагой вещи Те даже вот Аккуратные фанерки Которые там Вывесила администрация Ну с расписанием движения Да Они уже все по углам Подожжены Либо обломаны Либо что-то еще То есть это очень мгновенно Потому что за ними не следят Если бы это следили У нас контракт заключен В администрации На ежедневном содержании Основок Если бы это в ежедневном режиме Убиралось То это перестало бы Клеиться довольно Потому что клеят Ну потому что эффективно Если это будет неэффективно Никто не будет к ним заморачивать Сейчас два ГИС Вот развесили интервал Тоже практически На всех остановках Свои там таблички Более-менее Они содержатся Пока не изрисованы Почти год уже висят Да Почти год висят И практически везде Они сохранились Да Дело еще в том Что вот допустим Мы повесили навигацию Сейчас у трансагентства И уже до вокзала И оказалось Что эти остановки Принадлежат рекламным компаниям Они не принадлежат городу И у города С этими компаниями Заключен договор По которому Они должны эти остановки Содержать В том числе и присматривать за ними Очищать от объявлений Очищать Но тут интересно Какие условия Именно прописаны в договоре Как регулярно Они должны это делать Потому что Ну у трансагентства Нам из Москвы Сразу ребята там написали Зря вы конечно На фотографии выложили Плохую остановку Повесили свою навигацию Вот у меня вопрос Да Как вы их выбирали Ну это безусловно Не самая плохая остановка В городе Ну это да Но мы выбирали Не по красоте Это на самом деле Две остановки По которым Самый большой пассажиропоток То есть у нас есть Список остановок По пассажиропотоку И мы вот взяли Первые две И на них разместили То есть там Очень много людей проезжает Ты сейчас выдал Коммерческую информацию Ну там уже есть Рекламодатель Который Который Эти остановки Содержкой Как раз мы С этими компаниями Рекламными Тоже связались Вчера буквально Ну в общем Ну уже после конечно Всех этих действий С ними В общем Согласовали все И они готовы Но они не против Того чтобы Но они не против И они согласовали нам И другие свои остановки То есть на которых Можно это все размешать То есть спокойно Можем в общем Это обсуждать Все То есть уже Уже есть люди Заинтересованы У нас маленький переживчик Сейчас буквально Тридця секундочек И вернемся Хорошо Продолжаем Дневной разворот Игорь Багин Анатолий Курбатов Александр Глушаков В нашей студии Говорим об инициативе Там я не знаю Оборудования наших остановок Навигационными схемами Схемами движения Общественного транспорта И пешеходной навигации Это та история Которая Ну немножко Приближает Киров Все таки К более цивилизованным городам Как мне кажется Я бы хотела Еще вот такой вопрос Задать В тот момент Когда вот разработка Всей этой истории Начиналась Понятно Что это все было На энтузиазм А есть у нас уже Звонок Хорошо Мы связались с Алексеем Радщенко Это как раз человек Которым наши ребята В начале программы говорили Человек который В Киров Приезжал Транспортный эксперт Автор книги Про транспортную навигацию Алексей Добрый день Добрый день Хорошо ли вы нас слышите Это Анна Николай Голиков Анатолий Курбатов Привет Игорь Багин Александр Глушаков В нашей студии Да Можно со всеми Поздороваться Ого Очень рад Увидеться Услышаться Очень скучаю Приезжайте Приезжайте к нам При случае Или Не знаю На какое-нибудь Важное Хорошее мероприятие Я очень жду Да Надеюсь Да Алексей Скажите Скажите Пожалуйста Вот эта история С размещением Транспортной схемы Вообще И в целом Там да Навигация по транспорту По пешеходным маршрутам Она в современном мире Вообще нужна Ну пассажиры Общественного транспорта Понятно Это люди разного возраста Есть и пожилые Конечно люди Но есть и молодежь Которые там Все в телефоне есть Зачем им это Ну на самом деле Действительно Первый вопрос Который возникает Давайте здесь поставим Экраны И Или у всех есть гаджеты Это можно использовать И так далее На самом деле Не совсем И исследования Которые проводились И в Европе И у нас Показывают Что да Гаджеты есть Но Первое И самое простое Современные смартфоны Есть У половины Примерно населения Если мы возьмем пассажиров То Даже меньше половины Получается Пассажиров С собой гаджет У которого настроено приложение Которые поймут Как им пользоваться И так далее И так далее Это возраст Иногда Это иногда Какие-то Систические особенности И так далее Вторая часть Это Электричество Интернет И так далее Они бывают Заканчиваются И человек не должен Потеряться Если это случилось Что бы у него Не случилось с телефоном У него всегда Должна быть Актуальная информация Даже Ну Вы приезжаете на вокзал Вы всегда увидите Название станции Хотя казалось бы Открой Яндекс В две координаты Ты увидишь На какой-то станции Ну Естественно нет Мы видим Название танцев Мы видим Улицы Которые написаны На домах Старая Добрая Навигация Она всегда есть Что бы ни случилось Какая бы ситуация Не случилась У человека с телефоном И так далее А второй вопрос Финансовый На самом деле Потому что Поддержание таких сервисов Даже если они идут За счет рекламы И так далее Все-таки достаточно дорого Размещение Бумажных носителей Оно проще Оно служит Оно Не требует Постоянного обновления Какой-то технической поддержки Поэтому Старая Добрая бумага Все еще работает Очень хорошо работает В самом деле Есть куча других нюансов Из московского опыта Например Да Но карту могут рассматривать Разве несколько человек Они могут советоваться Это тоже Очень хороший юзкейс Именно по взаимодействию Создание Просто Может человек Даже подойти И попросить Кого-то подсказать Каким образом И в этот момент Там удобно Можно пальчиком Вот сюда Еще Алексей Из вашего опыта Скажите пожалуйста То есть Вообще В российских городах Вот эта история С навигацией На остановках Насколько она распространена И кто на себя берет Эту обязанность Так скажем Но все-таки По умутам Мы понимаем Что это должны Муниципальные власти делать А на деле Как происходит Ну на деле Конечно Это работа активистов Практически всегда Очень часто Молодые дизайнеры Это хорошая Там Не знаю Позиция в резюме В портфолио Они хотят поддержать Родной город Они делают Схему Которая затем Внедряется К сожалению Ну или Может быть не к сожалению Это идет все-таки Больше от Людей Которые переживают За свой город И хотят сделать его лучше Если говорить О распространении По стране То таких кейсов Там Сотни Прямо сейчас Там идет Голосование По схеме Для Ярославля Которую сделали Активисты То есть два дизайнера Они вот переживали И сделали Очень хорошую схему Очень красивую Известная очень история С Челябинском Где Илья Дирман Очень известный дизайнер Собственно даже начался Там свою карьеру И так далее Со схемы Челябинских трамваев Которую там Постепенно улучшал Развивал И так далее Сейчас она внедрена Наклеена И все ей пользуются Очень счастливы Поэтому десятки городов Сейчас проходит этот путь Где-то уже там прошли Где-то вот только-только Начинают Как Киров И это очень хорошая история Алексей Вы говорите В Ярославле идет голосование В каком плане голосование Кто голосует? А там голосуют Через социальные сети То есть В социальных сетях В группах Там перевозчиков И групп активных жителей Развестили Соответственно схемы Их описание То, как ребята Представляют свою схему И собственно Предлагают Одобрить ту или иную концепцию То же самое Был конкурс в Москве Например Когда схема метрополитена Их было пять вариантов Тоже разместили На станциях В соцсетях И люди голосовали Такая им более понятна То есть в Ярославле Тоже несколько схем Сейчас две Насколько я знаю То есть выбирают Заниматься Ну вообще Была бы очень Хорошая Получиться история Если бы мы Допустим Изначально Решили организовать Какой-то конкурс Как мы уже После этого Проводили С Люльченкой С парком Дворца пионеров То есть С этими конкурсами Уже Мы знаем Как это все работает Но тогда мы Про это просто не думали И сейчас Городские проекты В Орламовой и Катс Тоже с ними обсуждали Чтобы подключиться К работе Там над этой Схемой Над транспортной навигацией Они предложили Тоже Вот как раз Как в Москве Потому что Это они Предложили эту идею И этот конкурс Реализовали В Кирове Сделать так же Но поскольку Мы очень долго Как бы Реализовывали наш проект Мы пока От этого отказались И решили Как бы Эту схему Которую Саша Уже нарисовал И внедрить Все-таки Повесить Игорь Попробовать Собрать деньги Вопрос в том Что проводить конкурс Надо чтобы был Какой-то альтернативный проект Но я так понял Что их просто пока нет Ну если бы Объявить конкурс Да Возможно Появились бы Какие-то дизайнеры В том числе Из Кирова Или из других Каких-то городов Потому что В Москве Участвовали Не только москвичи И если бы Этот конкурс Вообще обсуждался Естественно Мы пошли Там главе администрации В администрацию Вообще там С кем это можно Обсудить Чтобы Условия Вообще В условиях Этого конкурса Было прописано Что эту схему Потом администрация Печатает И размещает И внедряет Да То есть Они как бы С дизайнером Замечают договоры Но пока решили сами Но при этом Контакт с администрацией Есть Вот я вчера звонила Им Я поняла Что С их стороны Они там очень рады Что вы к этому вопросу Подключились Говорили много Благодарных слов Вот Но при этом Я не очень понимаю Все таки Как ваше взаимодействие Выстроено То есть Вот есть инициатива Активистов Есть готовая схема Есть разрешение Разместить ее На определенных Остановочных павильонах Есть я так понимаю Разрешение на перспективу Да Если вы Получите там Да Возможность Напечатать еще Какие-то экземпляры И разместить их Еще в других местах Да Вот Но при этом Я так понимаю Что денег На то Чтобы поддержать Вот этот вот проект С точки зрения Печати схемы И всего остального В муниципалитете Нет Да Или этот вопрос Вообще не поднимался Нет Поднимался этот вопрос Да Мне сказали Денег на это Нет Но План Такой Я не знаю Он реализуется Но просто У меня в голове Есть такое представление Что может быть Когда мы На какое-то количество Остановок Транспортную навигацию Повесим Там уже оставлены Телефоны Диспеттической службы И так далее Люди будут задавать вопрос Появится запрос у людей Почему на этой остановке Есть А на той нет Да Давайте повесьте уже И мы со своей стороны Естественно Тоже будем писать письма Еще не раз этот вопрос Поднимать И вот с двух сторон Если мы будем давить То возможно В следующем году Я не знаю Может быть Через несколько месяцев Где-то Какие-то свободные деньги Появятся И в общем Это можно будет уже Ну как-то Более масштабно Реализовать Слишком вертикаль Власти И поэтому Если те специалисты Которые отвечают За навигацию Они как бы Сторонники Не знают Что надо делать Все равно Все это решение Принимает голова А голова Не ездит на автобусах И как-то это все Ну что такое Зачем Зачем это надо Да Скорее Так же говорит У меня он Крутой гаджет Нафиг Мне вообще это нужно Даже если я поеду И так все найду У нас же получается Посты Занимают Не те кто Эксперты И компетент В каких-то вопросах А какие-то Поличные знакомства Расставляются люди Чтобы контролировать Какие-то свои Пофинансовые потоки И соответственно Человек Ну он просто не понимает Что такое навигация Условно говоря Я не говорю сейчас Именно про конкретно У кого-то чиновника А про общую ситуацию В стране И плюс я еще хотел добавить Что опираются Как раз Экспертов там не хватает Но они есть Например Независимые какие-то Но к ним Обратиться Я не знаю Что-то мешает И часто опираются Больше на свой Какой-то жизненный опыт Хотя он может быть Ну это естественно Вообще Он всегда будет ограничен Он не будет Как бы всеобъемлющим Каким-то Поэтому нужно подключать Каких-то экспертов Советоваться и так далее Этих экспертов найти сейчас Очень просто Очень легко Все они есть там В сети И не надо Я не знаю Искать там В каком-нибудь Списке литературы Этих людей Писать им Не знаю Письмо на почту От руки Но это же надо Из зоны комфорта выходить Не все же это люди В такой ситуации Получается Вот если вот то Что вы сейчас сказали Суммировать Вот по отношению К администрации То вот сам тот факт Что о нем сказали Делайте и вам не мешают Это уже хорошо Это уже хорошо По крайней мере Они пытались помешать И после этого Пытались Ну когда с Рацион пионеров Они хотели После этого Понимаю Что они не связывают И по этому вопросу Тут еще стоит вопрос Поднять сейчас Насчет вообще Качества остановок И как раз Условий договора Как часто Они должны убираться Потому что Да Должны они содержаться В хорошем виде Я знаю сейчас Компания Реком По-моему Она собственник остановки У ТЦ Лета Они сейчас Там были разбиты Стекла И сейчас Вот я там недавно Буквально Позавчера проезжал Там они стекло Новое поставили И уже сделали Сеточку такую Как бы С двух сторон От этого стекла Чтобы не было возможности Подклеить объявление Да И поставили там больше Досок для объявлений Другая компания Которая владеет Остановками УЖД вокзала В том числе Где тоже разместили Навигацию Они говорят вообще Что мы можем там Вместо Например Этих Информационных досок Эту навигацию Размещать Потому что Им эти доски Не нравятся Хотя их Обязует Администрация Их ставить Ну вот Если эта навигация Выглядит красиво Мы за то Чтобы Да Чтобы наши остановки Ну чтобы это все Вписывалось хорошо И наши остановки Выглядели тоже Достойно И чтобы людям В общем было Полезно Слово перерыв Реклама сейчас Да Вернемся Продолжаем наш эфир Игорь Багин Анатолий Курбатов Александр Глушаков Нашей студии Я в перерыве Ребятам задала вопрос То есть Вот я смотрю сейчас Фотографии с остановок Да И вижу что схема Достаточно небольшого Такого размера Да И мне то казалось Что чем больше Тем лучше Да Но я не знаю Возможно я ошибаюсь Вот Александр Вы сказали Чем больше тем лучше Но Нет Но там есть ограничения Потому что Мы же смотрим на схему С определенного расстояния И там Чтобы там С полутора Двух метров Не приходилось головой вертеть И куда-то наклоняться То есть она должна Полностью попадать В поле зрения Вот Мы сейчас На вокзале распечатали Ну возможно Ее можно сделать Немножко побольше Но в принципе Там достаточно читабельно И различимо В общем Анна Все по науке Ну там да Есть специальные кайдлайны По размерам шрифтов Ну и сверялись Размер шрифта Все это да Так что все по науке Да Вы сказали Возможно там да Перепечатаем Не знаю там Больше размера Я так понимаю Что вот эта вот история С тем что пока схемы Только две Она будет иметь продолжение Потому что Есть желание Разместить и на других остановках Но для того чтобы Печатать схему Для того чтобы Там да Это все выглядело Нужны средства Все верно Нужны средства И средства ребята Как раз собирают сейчас Да Чтобы напечатать Ну такую схему Ну вот отдельно Именно транспортная схема Без пешеходной навигации Это стоит Тысячу рублей Ну с условием Что Мы будем печатать Не один экземпляр А побольше Несколько остановок Сразу либо Сразу печатать Дубликаты еще В случае порчи Ну там ведь еще В связи с тем Что так много цветов Конечно и требования Качества печати Должны быть соответствующие Ну да да Ну мы вот Попробовали напечатать Сейчас в одной компании Качество нас устроило Александр оценил Все хорошо Ну там да Не самые дешевые материалы Должны быть То есть это не бумага Да Это пленка самоклеящая На пластике На пластике На пластике Да Чтобы еще Можно было ее закрепить Нормально к остановке Вот А с пешеходной навигацией Печать стоит Ну вот если опять же Печатать какой-то тираж Полторы тысячи рублей Но плюс Если еще делать Саму пешеходную навигацию Вот карту рисовать То есть это Нужно оплачивать еще Работу дизайнера Ну выйдет где-то 2700 за одну остановку Ну не за одну Там же пешеходная навигация Для каждой остановки Она уже своя Да Практически единичная Получается Не для каждой остановки А для двух остановок Ну да Один напротив другой Но мы планировали Для центра Для 50 остановок Например Ее сделать Но это понятно Нужно будет какую-то сумму Хорошую собрать Пока просто Ну проще всего Нам печатать отдельные схемы Для каждой остановки Да Но хотелось бы С пешеходной навигацией Слушайте А пытались вы каким-то образом Вот в этой истории Выйти на представителей Транспортных предприятий Мне-то кажется Что эти транспортники Должны быть в этом заинтересованы Или нет У меня вообще ощущение Что наши остановки И наш транспорт Выглядит настолько заброшенным Дело в том Что нет общей консолидентной Это разные Это разные вещи Я понимаю Я написал директору АТП Денису Прологу В общем он согласен Разместить эти схемы Вот отдельно схемы На своих маршрутах В своих автобусах Внутри автобусов Да То есть внутри автобусов Внутри автобусов Да Это было бы тоже очень удобно Для пассажиров Но нужно там Узнать размер То есть я попросил его Узнать размер Мы тогда можем В этом плане Денис К печати уже подготовить Ну в этом плане Денис был одним из Единственных Адекватно прокурит И муниципальных Инвентарных предприятий В Носкирове Да Ну это было бы очень мощно Которые всегда Без любую интенсиву Прислушиваются Это на самом деле удобно Для тех кто едет Конечно То есть ты можешь Всегда посмотреть Где пересесть лучше Там да И как тебе двигаться Самое Ну да Спланировать маршрут Спланировать пересадки И посмотреть вообще В какой точке города Находишься Куда тебе нужно Потому что даже Если брать тоже Москву и метро Где люди кажутся Каждый день туда же И ездят Да Они все равно подходят Заходят автоматически Николай Они знают наизусть Маршрут Работа в дом Если им на куда-то В другой район Все равно Там все места В электричке Где вот эта схема Несит Туда люди Просли Плюс Мы же Не рассматриваем Город Как какой-то Статичный Какой-то объект То есть Это в динамике Всегда Люди растут Заканчивают школу Маршрут меняется Да Маршрут меняется Идет в университет Устраивается на работу И так далее То есть Естественно Нужно То есть Нет Такого у нас Убеждения Что 90% Пассажиров Они вот постоянно Дом работа Дом работа Вот тут еще Если говорить Опять же О временном промежутке У нас там Каждые 5 по-моему Лет Когда эти конкурсы Проходят Меняются движения Меняются Какие-то исчезают Какие-то появляются Какие-то корочки Это длиннее Ну понятно Тут надо За этим следить Обновлять Естественно И хорошо Это нормальная жизнь Для Ну я не помню Там 5 или сколько лет Если администрация К этому проекту Будет подключаться То Неплохо было С ними это обсудить Чтобы они Информацию Отправляли Ну чтобы В таком рабочем процессе Это все происходило Но Был Вот сейчас Такой интересный Факт Что мы отправили Перед тем Как согласовать Остановки Где размещать С администрации Отправили это в ЦДС Чтобы они проверили Схему на ошибки В общем они нашли Там какую-то Одну незначительную ошибку А потом нам в комментариях Пассажиры уже написали Там С десяток По-моему Того что Того что уже Уже не так Да Но там есть неточности За этим очень сложно Уследить Мы еще Поэтому Тоже напечатали Пока одну схему Чтобы ее повесить Собрать обратную связь Чтобы люди Чтобы устранить Устранить Какие-то ошибки Там какие-то мелкие Неточности Там где-то Стрелочка не в ту сторону Где-то остановка Не обозначение Ну когда выложили Было Да Есть там люди Которые прям Любят Копаться В этих мелочах Да И у нас есть сейчас Список Пунктов Из 30 Наверное Таких мелких правок Которые Стоит поправить Это с двух остановок Урожай Ну да Но мы же еще В сеть Выкладывали В группе Публиковали Это все Да И как бы Люди вот Смотрят Проверяются Свои районы Игорь В вашем посте Говорилось о том Что есть список остановок Где навигация Может появиться В ближайшее время То есть это вот Ну выбраны какие-то Да Самые проходимые Анатолий У нас есть табличка Центральной Спечной службы С самыми пользуемыми То есть Основками Ага Самые проходимые Такие Конечно надо Размещать на тех Популярных Чтобы было Да Ну мы смотрели И на этот список И просто Прикидывали Чтобы схема Появилась Ну Ну эти остановки Могут быть Вот О которых Анатолий Говорит Где-то в одном месте А мы прикинули Как бы на список Посмотрели И прикинули Чтобы в разных районах Появилась такая схема Чтобы люди из разных районов Просто эту схему видели И возможно там Остановки Где близко Есть Другие остановки На которые можно Пересечь Чтобы это все Узлы пересадки Да Узлы пересадочные Районов И они обычно Плохо ориентируются В этих новых местах И плюс на окраинах Наверное Тоже было бы Неплохо повесить Схемы Потому что там Какой-нибудь один маршрут Выходит И им часто Надо пересаживаться Условно говоря Я как-то помню Приехал вечером на Филейку И посмотрел на номера Автобусов И я вдруг понял Что я вообще не знаю Что это за автобусы Куда они идут Вот реально Скажите какой-то город Примерно так Все вот эти Которые подъезжают туда Которые потом уходят В сторону Ломоносова Я просто не знаю Этих номеров Я по моей памяти Там еще один с Италии Его сейчас давно там не было Я прошу прощения Это было бы меня спасло Кстати Такой Не знаю Вопрос может быть Немножко странный А если вот сейчас Наслушает человек Который живет Где-то Например возле остановки И эта остановка Не является там Приоритетной Условно говоря И не попадает В список тех Где нужна бы была Транспортная релегация Но он готов Присоединиться К вашему проекту Даже о том заплатить Это самое главное Я хочу на конкретной остановке Чтобы схема появилась Это возможно Ну конечно это возможно Он может нам написать Лично Вконтакте Группа Красиво Киров Там есть Контакты Все наши контакты есть На схемах Виси схемы Саши с почтой Игорь Давай сформулируем так Вот скажем я Вот у меня остановка у дома На улице мокра Я хочу Я тебе звоню Ты мне выставляешь счет Какой будет чек Чтобы люди понимали Что они могут Ну для 2700 Если с навигацией Если с пешеходной навигацией 2700 Если без пешеходной Ну это для Для одной стороны Да Для одной стороны Если просто Если там же Что разворачивать Просто вверху Ну там да То есть работа Дешевле В таких случаях Можно сказать скидочками Договоримся Ну порядок цен такой То есть две остановки Друг против друга Порядок 1400 Если просто одну схему вешать Это 2000 рублей То есть для одной И для другой Противоположной остановки И я бы предложил Обсудить это с соседями Например Там еще с кем-то Ну кто Общественным транспортом Пользуется Да Чтобы облегчить Кому-то это Кому-то может быть Просто нет В среднюю пекарню Или магазинчик Я думаю Что они могут Выделить Небольшой бюджет И установить За их счет И на пешеходной Навигации Подпишем Да Вообще Вообще Один маршрут С этой остановки Только в пекарне Так что Система глобуса Или кто у нас Искирует Да Можно так делать И штука сейчас В том Почему мы раньше Тоже не выходили К рекламодателям Но мы хотели Чтобы появился Уже все-таки Реальный продукт Чтобы было что показывать Чтобы проверенный продукт Было что показывать Что вот она напечатана Вот она такая карта Может быть Вот здесь мы можем Такие отметки поставить И так далее И уже попробовать С бизнесом С каким-то Говорить То есть собственно Вот история может быть Интересна Просто тем Кто болеет душой За наш город Да Это раз Да просто кому скучно С утра на остановке стоять Тем кто живет Да с кем он И ездит И пользуется Общественным транспортом Да И активно Узнать что-то Про ту же филейку Там свой одному Про Кто там ездит Зачем Активные сообщества Местные Бизнес Бизнес Пожалуйста То есть спрос Ну и про администрацию Не забывай тоже Как-то слово План Когда-то В плане Когда-то В плане Да спасибо большое Значит не забывайте Пожалуйста Что наших гостей Сегодняшних Можно найти вконтакте Можно найти в фейсбуке Можно на схему Вот эти На транспортном Агентство Вокзала посмотреть Там тоже контакты Все размещены Если хотите Связывайтесь С ребятами Они вам Все расскажут Все Все опишут Да Там все Все посчитают Но на самом деле Правда Это такая Объединяющая история Спасибо большое Игорю Багину Анатолию Курбатову Александру Глушакову Ребятам инициаторам Размещения Транспортной навигации На остановках В городе Кирове Я очень надеюсь Что когда-то У мэрии До этого руки Дойдут Можно я хотел Еще поблагодарить Других Наших участников Конечно Обсуждали с нами Эту схему Максим Микитенко Наш любимый дизайнер Наш любимый дизайнер Да Максим Кополов Он тоже нам помогал Саша Галушка Арсений Микелев У нас еще Дима Вахмянин В общем все они нам помогали Очень долгое было обсуждение В общем все молодцы Да Искали ошибки Потом Всем спасибо большое Я так понимаю Процесс еще не заканчивается Так что Да Все впереди Всем большое спасибо Да Спасибо Дневной разворот На этом завершается Через 20 минут Особое мнение